Здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект изучаем ПЛК-контроллер, электронику и электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК от конструкторского бюро Агава. Это у нас ПЛК-40. В прошлом видео мы приступили к реализации задачи по написанию двухпозиционного терморегулятора. Используем субмодуль ААО. У которого есть входы и выходы. Два аналоговых входа и два аналоговых выхода с унифицированными сигналами. К первому аналоговому входу мы подключили датчик с выходом 4,2 мА. Это у нас датчик температуры с диапазоном измерения от 0 до 200 градусов Цельсия. Давайте вернемся к ДСИС. Здесь мы прописали следующий код. Мы объявили функциональный блок ААО. Здесь мы прописали его адрес. Он вставлен в слот А. И это у нас адрес 2 функция чтения. Здесь мы прописали тип входа. То есть это у нас вход на 4,20 мА. И здесь мы получили измеренное значение. А с помощью вот этого функционального блока произвели масштабирование. Вот я написал свой функциональный блок. Но он имеет несколько недостатков. То есть в этом функциональном блоке я не предусматриваю вариант деления на ноль. Для контроллера операция деления на ноль является запрещенной. И если где-то здесь в формуле произойдет деление на ноль, то есть мы зададим какие-то уставки таким образом, что будет необходимость поделить на ноль, контроллер уйдет в исключение. Давайте воспользуемся стандартными инструментами, вернее стандартными библиотеками для задачи преобразования сигнала. Для этого добавим библиотеку. Зайдем добавить библиотеку. Аппликейшн. И здесь Камон. У нас есть вот такая библиотека под названием Утил. Здесь мы можем посмотреть данную библиотеку. И у нас есть математические функции. Вот воспользуемся данной функцией, то есть данным функциональным блоком. Можем посмотреть в справку. Есть описание этого функционального блока. Он производит конверсию, основанную на следующем уравнении. Ну и давайте попробуем применить данный функциональный блок. В Кодосис мы можем использовать экземпляры функциональных блоков. Поэтому нам необходимо его объявить. Ну давайте сначала вызовем данный функциональный блок. Ставим здесь курсор. Нажимаем F2 на клавиатуре. Библиотеке Утил. Математические функции. И вот выбираем необходимую нам функцию. То есть необходимый нам функциональный блок. Ок. Здесь давайте пусть это у нас будет экземпляр функционального блока. Мы его пропишем в редакторе объявлений. Здесь у нас наш функциональный блок. И прописываем его тип. Попробуем произвести компиляцию. Компиляция прошла успешно. Дальше вход функционального блока. Сюда запишем нашу переменную ток миллиампер. Эту переменную мы получили в прошлом видео. Это у нас ток, вернее значение, приходящее с датчика тока. Ну это у нас ток в миллиамперах. Дальше вход IN минимум. Здесь мы прописываем минимальное значение. Поскольку у нас датчик от 4 до 10 миллиампер. Здесь пишем минимальное значение 4, максимальное значение 20 миллиампер. А вот минимум датчик температуры от 0 до 200 градусов. Здесь пишем 0, а вот максимум пишем 200 градусов Цельсия. Ну и давайте объявим еще одну переменную температура датчика. Так это уже будет температура датчика 2. И к выходу функционального блока подключим данную переменную. Попробуем произвести компиляцию. Сохраним проект. Загрузим проект контроллер. И смотрим. Вот тот функциональный блок, который я прописал, он выдает такое же значение, как и функциональный блок в стандартной библиотеке. Вернее не в стандартной библиотеке, а в библиотеке утил. Единственное, что я думаю, наверняка вот этот функциональный блок защищен от ухода контроллера в исключение в случае операции деления на ноль. Поэтому свой функциональный блок я удалю из программы. Здесь я тоже его удаляю. И удалю вот этот код. Пробуем произвести теперь компиляцию. Компиляция прошла успешно. Снова загружаем программу в контроллер. И видим, что программа у нас работает. Сохраним. Для того, чтобы организовать работу двухпозиционного терморегулятора, нам нужны уставки. Две уставки. Эти уставки желательно, чтобы были энергонезависимые. То есть, если мы зададим значение этих уставок, то при отключении питания контроллера, они должны будут сохраниться. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо зайти в менеджер библиотеки и добавить библиотеку. Нам нужна библиотека Agava PLK. Ок. В этой библиотеке у нас есть функциональные блоки. И нас интересует функциональный блок T-Retain Storage. Перейдем в PLC PRG. Нажмем F2 на клавиатуре. И вызовем данный функциональный блок T-Retain Storage. Мы должны использовать экземпляры функциональных блоков, поэтому объявим его в редакторе объявлений. Тип у нас T-Retain Storage. Дальше зайдем в менеджер библиотек. Посмотрим документацию на данный функциональный блок. Здесь мы можем посмотреть, как он будет выглядеть графически. Здесь смотрим его в ходу-выходы. И смотрим документацию. Вот у нас есть Type. EN Storage Device. Для HD-карты мы можем задать либо значение 0, либо прописать следующее. Вот здесь мы пишем EN Storage. Device. Точка. И выбираем место сохранения. Вот нам есть подсказки. DEF RAM. Это F-RAM память. Максимально сохраненный размер. 8 кБ. DEF SD. Это SD-карта. Будем сохранять наши энергонезависимые переменные на SD-карту. И дальше нам необходимо объявить область энергонезависимых переменных. Для этого мы пропишем var var retain и end-var. Все, что будет между вот этими строчками var retain и end-var будет сохраняться на SD-карту. Это будут у нас энергонезависимые переменные. И давайте объявим наши переменные. это у нас будет уставка включения нагрева. Уставка включить нагрев. С типом real. И переменная уставка отключить нагрев. также с типом real. И дальше мы можем уже прописать условия сравнения. но предварительно нам еще наверное нужно будет подключить какой-то из модулей. Например это может быть релейный модуль. Можем познакомиться на сайте конструкторского бюро Агава. То есть это у нас может быть релейный модуль для управления элементом нагрева. Например через электромагнитный контактор. это у нас модуль у которого есть выходы. То есть это два релейных выхода. Либо может быть модуль сим. Вот сейчас у меня в один из слотов вставлен модуль сим. И наверное уже в следующем видео мы добавим в нашу программу работу с этим модулем и будем управлять включением и отключением элемента нагрева. Возможно будем управлять через электромагнитный контактор. Тут у нас есть несколько вариантов либо управлять через электромагнитный контактор либо мы можем подключить какой-нибудь мощный симистор. Но эту задачу рассмотрим уже в следующем видео. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.